Мы видим, что участники занимают места. Да, вот там Гриша Паренза. О, не помнящий Накамура. Не помнящий Накамура. Вот эту партию мы посмотрим. Лидер турнира играет. Страшно сказать. Вот все помнят их яркое противоборство на Кубке Мира в Баку 2015 года. И там фактически скандальная развязка. Отношение между этими игроками, на мой взгляд, не улучшилось. Вряд ли они, да. Я думаю, что это будет сейчас очень напряженная пара. И будем внимательно смотреть, как часто будет поправлять фигуры Накамура. Например, как сильно он будет досаждать своему сопернику. Так, ну руки пожали. Уже хорошо. По сравнению с парой Крамник-Топалов, это колоссальный прогресс. Да, С4, Е6. Конь С3. Д5. Ну что, ферзевый. Ферзевый, да. Слон Е7. Разменчик. И ведем в Карлсбаде. Слон Ф4, Е3. Накамура сам обожает играть эти структуры белыми. Но и черными, наверное, тоже их знает неплохо. Вот так. Здесь сейчас очень много хитрости. Сейчас там где-то Аш3, Ж4. Ну, слон Ф5 это заявка на ферзь Б3. Сейчас белые играют в ферзь Б3. Начинается длиннющая теория. Которая Ян отказывается. А Ян отказывается. Он ведет коня на Ж3, слона на Д3. И потом на Ф5 кто-то заходит. А сейчас еще Аш4 можно вставить. Ну-ка, Ян. Давай-ка Аш4. Вперед. Ага. На Аш6, Аш5. И потом слон Д3 и на Ф5 наш конь будет красавцем. Вот правильно. Теперь безо всяких сожалений слон Д3. Я изучал этот вариант. Потом конь на Ф5 будет стоять так хорошо. Потом Ж4, Ж4, Гладежа 1 и мат. И мат. Просто. В Блице побеждается мгновенно. Грамотно он коня на Аш7 поставил. Мне нравится. Не, ну на Ж5 куда-то встанет хотя бы. Сразу мат не получит. Ну, на мой взгляд, у Белых просто бесплатный абсолютно перевес. А Ян, смотрите, так всем видом показывает. Ян тоже так считаю. У меня же бесплатный перевес. А ну Ж4 просто. Укрепил коня. Таких игроков я матовал пачками. Надо кроля своего куда-то увезти. А надо ли вообще? Ну, может и в центре стоять. Ферсо 2, Ладежа 1. Может без Ладьи на 1. Знаешь, как в 19 веке Форжа давали. Так. Это ждут нашего короля. Да, который туда теперь пойдет. А может короля на Е2 просто оставить? Король Е2, Ладежа 1. Е2 тревожно. Тревожно? Тревожно. А, команда волнуется. Так. Ну, хорошо. Это напал на пешку С6, между прочим. Конь Е2, ты ход был не простой. Был сильный, да. Сейчас еще второй Конь на Ж3 пойдет. Пожертвуем на Ж7. Конь на Ф5 и все съедим. Все съедим. Согласен. На самом деле черный слон стал на Ф6. Не так все просто. Не, ну еще же С5 хочет. Виктор Молдович Коррешной говорил в таких случаях. Оружие положил. Так, слон Д6. Меняться не стоит, там вилка. Ну, слон Ф6 можно уйти просто. Слон Д6 красивый ход, мне нравится. А потом слон А3, Конь Д6 все равно залезли, да? Ну, это такая диверсия. Не, ну пока Ц5 не хочу. А, вот слон Ф8, кстати, мешает указанной идее, да? Да, ну может теперь куда-то. Может Ладья Ц1 пока сыграть позиционно? И посмотреть, что хотят черные. На Конь Б6 всегда Б4, Б3 будет Конь Ф8. Ага. Ну вот как-то, знаешь, тема мата черному королю немножечко отошла на второй план, да. Ф3, Король Ф2, сейчас начинается уже позиционный. А, кстати, Конь Ф4, Конь Д3, Конь Ц5. Прекрасно. Короля на Ф2 надо поставить, Ян даже не сомневается. Мне кажется, тоже надо, там Ладьян и 8 стоит, и где-то это скажется, да. Опа. И все-таки Ян решился. Смотри, как они играют. Почти 3,5 минуты у обоих осталось. Они просто играют по минутке. Они играют по минутке, как любят. Они забыли, что здесь контроль 4 плюс 2. Да, они играют по минутке. Ну, позиционный перевес белых неоспорим. Можно Конь Ц1, Конь Д3 где-то поставить. Ну да, все-таки с таким Конем на Ф5. Я бы Конь Ц1 сыграл. А я бы Конь Ф4. Конь Ф4, ну там размен же, там еще надо считать. А, там надо считать. Конь Ц1, Конь Д3 культурный и грамотный. Конь на Д3 шикарно. И потом надо думать, что либо на ферзовом фланге все есть. Вот. Не пускает Конь на Д3, да. Не успел, да. Эх, не успел. Эх, не успел немножко. Не знаю, мне позиции черных начинают нравиться. Ну, пешка на Д5 сейчас может пасть. Может? Я надеюсь. Может и на Е3 пасть. А вот, кстати, Ян указывает на слабость пешки Д5. И кажется, она просто падает. Возможно, да. Потому что Конь на Ф5 держит пешку на Е3. Ну, черные должны искать какие-то боевые ресурсы. Сейчас Б3 где-то можно задвинуться. Да, да, да. Фержа может куда-то на Б6. Ну, начинается, да. Начинается, собственно, Блиц-партия. Да. Ну, вот я обращаюсь сейчас к нашим зрителям в интернете. Если вы слышите попутно какие-то шумы. Не удивляйтесь. Вы поймите, что рядом с нами находятся десятки разгоряченных людей. Взволнованных. Взволнованных. Жахматами, музыкой. И жизнью. И жизнью, жизнью самой, да. Ну, что, ладья Д8 надо как-то ферзя гнать. А что скажут белые на это? Просто на С4 встанут, да? Ну, просто ферзь С4, да, мне кажется. А, погоди, там на Ф3 зависло. Минуточку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, Ян. Это не надо. Ян. Ферзь С4, ладья Д1, ладья Д1, конь Ф3. Там на G7 надо будет мот поставить, да. Как же мы там к пешке G7? Как-то привязываемся. Ну, черные должны отыгрывать пешку, иначе совсем беда. Что-то там Ян задумал уже. А там конь Д6, может быть, будет, куда-то мы полезем, помчимся. Хотя ладья Д8, да, вроде бы ничего страшного. Или ладья Д5, тогда конь Е6. Удивительно. Что-то Ян придумал уже, я уверен. Везде держится. Вообще, Хикару производит ощущение неуловимого Джо. Неуловимого Хикару. Но не потому, что его никто не ловит. Да, потому что не ловится. Ну, не ловится Хикару, не растет кокос, да? Да. Ну что, конь Б3, может быть, все-таки ладью на С7 потом внедрится после размена. Но, во всяком случае, окончание уже совершенно непонятное. Янек Пелитье опять хорошую позицию получил. На сей раз против Свидлера. Комфорт у белых потерян. Комфорт был, но он потерян. Вот Ян, вот что-то не хватает. Конь Б3, он хочет связать его? Конь Е6 просто. А, в принципе, лёг. Я так имел в виду, что... А, тут же правда, пешку на А5 надо все-таки схватить. Но сейчас конь Е5 на Ж4 подвисает. Мне вот что не нравится. За белых пешку на Ж4 терять не хочется. Не хочется, да. Хотя я думаю, что в острых окончаниях все равно белые должны быть на шаг. Белые должны быть, да. Можно потом там на С4 я хочу пойти. На Б4 съесть, да? Ой-ой-ой. А на... Простите, конь бьет А6. Потом конь бьет... Потом ладья и Д7 просто. А, можно... Вот если сейчас конь бьет А6, и на король Ж7 ладья Д7. Там висит и на С7, и туда. На король А6 ладья С7. Ну, ладья С7 на Ф7 висит. Ну, и на Е3 съест. Ну, мне кажется, что у белых все равно останется как минимум одна. Остается больше, да. По виду остается больше, конечно. Но тут надо посчитать. Вот сейчас Ян делает абсолютно правильно. Вот сейчас торопиться не надо. Ситуация критическая. Кстати, АЖ тоже не дурной ход. АЖ, потом конь А6 и на Д7 ползаем. Что так хорошо, что так хорошо. Важно только взвесить на аптекарских весах, что лучше. Вот Ян взвешивает. Да, вот это интересно. Да, Ж6 немножко, конечно... Ну, такое, немножко... Ой, вот это да. Удивительно рядом. Ну, такого хладнокровия мы не видели, наверное, за долгие годы. Не взять ни туда, ни туда. Такого-то я не видел вообще. Техас такого не видел вообще. Ладья бьет Е3. Я что-то совсем не понимаю. Здесь какие-то загадки. Это загадки природы, которые решить... Там конь С4, правда, какой-то загадочный ход. Ладья Е3, конь С4. Это да, ладья Е4. Там ладья Е1, правда, есть. Ладья Е1, ладья Е4. Нет, что-то не то. Ян, ну что ж... Что такое? Лишней пешки уже нет. Да, что-то с Яном творится неладное, друзья мои. Я просто... И нет, там конь С3, может, он хочет как-то. Ну, и что... Что-то же он придумал. Ну, там ладья перекроется вроде. Это я понимаю. Не знаю. Ну, там конь С6, конь Б4. Ну, там, кстати, пешка Аш бежит, и непонятно, да? Там у черных своя пешка бежит. У черных, и она побыстрее прибежит, чем некоторые. Да, к тому же на конь С6 всегда есть... Конь С4 интересно, что-то он хочет. Ничего нет уже у белых. Упускает. Упускает Ян свою жертву, и как бы самому не стать жертвой. Как бы самому не стать жертвой, да, потому что пешка Аш в какой-то момент станет сильной проходной. Вообще поразительно, конечно. Поразительная живучесть американского гроссмейстера, но ничего волшебного нет. Он просто ищет свои шансы, не теряет оптимизма. И точно считает варианты в критические моменты. Да, ну тут, собственно, что говорить. На конь С6, конь Д5 есть ход. Защищаем пешку на Б4. Почему у белых вообще лучше? Я не понимаю. Нет, а у них не лучше уже. У них просто не лучше. Да, вот мы видим, Перетье, видимо, выигрывает. Выигрывает? Ну, не знаю. А там мат не получит сейчас? Да не получит. А Ладей Ф5 какой-нибудь? Ладей Ф5, ну, может, там Вечный Шах получит максимум. О, Ладей Ф5. Ну, Петр Вениаминович, давай как-нибудь. Давай, давай, давай. Там Ферзь Ж5, как-то туда его. Ну, Ладей Ф5, да. Ну, Вечный Шах... А, подожди, там ушел на Ж8, и потом на Ж7 защищается. Ну, понимаю. Как-то куда-то ушел. Ферзь Ж5, король Аш8. Сдался, да, Петя. Да, там на Ж7 защищается черная. Да, так Ферзь Ж5, король Аш8. Слон Ф5, Ферзь Ж7, да, если это... Ну, хорошо, переключаемся назад. Поразительные. Удивительные рядом. Итак, Више Анант по виду позиция у него хорошая. С Крамником, да? С Крамником, да. Кстати, мы такую партию пропустили. Ты заметил? Анант Крамник, да? А что делать, если не помнящий с этим играет? С Накамурушкой. Не, ну это ничья, наверное. Это ничья. Может, мы переключимся сейчас на Ананта с Крамником? Да, давайте покажем хотя бы концовочку, как два Титана. Как два Титана играют, да. Итак, Анант Крамник. Ну да, здесь они сейчас все съедят друг у друга, поэтому переходим к Ананту Крамнику. Все согласились на ничью. Ян явно не в форме. Ну, Ян тут просто, да. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. На двух классиков. А покрупнее. 14-й и 15-й чемпионы мира между собой играют. Абсолютно выигран у Ананта. Он выглядит так, что... У Ананта просто две лишние пешки и позиция гораздо лучше. Когда Анант был молодым, лет 25 назад, он такие позиции выигрывал руками за несколько секунд. Но сейчас он уже не такой скоростной, но по-прежнему очень-очень опасный. Ну что, две лишние пешки. Здоровые и здоровенные, я бы сказал. Да, и здоровые, и здоровенные. Ферси в 6. Хлоп, конь G4 можно сыграть. Конь G4 хочется пойти. Ферси в 3, король H2 сдался, да. Выглядит что-то так. Ну что, конь G4, да. Все. Король H2 и что? Король H2. Ну надо сдаваться. На это удалось, потому что конь очень силен и дважды защищен. Ну ладья бьет H6 вообще было. Ну и так можно. Ферси в 4, замечу, какой централизующий. Да, признал. Так, кто еще играет? Анант выиграл у Крамника. И опарин с Гельфандом еще играют. Опять-таки позиция... Да, и побеждает Гельфанд. Уверенно побеждает Гельфанд. Вот так выглядит она. Да, выглядит непроигранная. Да, да. Выиграл Барис Гельфанд. Похоже, это была сицилианская дуэль. Но вот видим, что опарин в прошлом туре не забил гол. И немедленно забили его. Да. Увы. Я так понимаю, что по факту и Крамник проиграл. Не помнящий... Не помнящий, прошу прощения, Накамура сыграл ничью. Таким образом, Барис Гельфанд опять лидирует в турнире, да? Серьезно? Ну раз он имеет 4 из 5, да. Гельфанд лидирует. У нас получается так, что самый возрастной участник этого турнира на всякий случай, да? Да, в Блице. В Блице играет сильнее всех. Ну пока еще не играл. Еще два тура осталось. Да, надо... Очень неудачный идет Петр Свитер. Петр начал с победы и имеет полтора очка после пяти партий. Ну турнир непростой. Могу сказать, что кто-то здесь должен был выступить неудачно. Всем удачно... Написали себе? Ну по плану должен был. Все обыгрывают Яника Пелетье. Да, и все в большом плюсе. Да, да, да. Нет, в большом плюсе от этого не станешь. Но во всяком случае я был абсолютно уверен, что Яник там пол очка не наберет или там очко. А он уже выиграл у непомнящего Свидлера. Уже не зря. А, уже на всякий случай. На всякий случай, да, да, да. Тот, кого причисляли кутсайдером... Я его причислял кутсайдером и приношу мои извинения, дорогой Яник. Сейчас плюс выйдет неожиданно. Да, да, да. Дорогой Яник, приношу свои извинения. Итак, кто преследует... Преследует... Понятно, кто. Значит, 4 у него, 3,5 у Накамуры, 3 у Крамника и 2,5 у Опарина. Да, ну, как-то расслоение произошло, да? Некоторое расслоение, да. То есть вот так встали колонной. Да. Вот колонной, да? Ну что ж... Ну, впереди два тура еще, да? Все еще может измениться. Все еще может измениться, да. Таким образом, дорогие друзья, мы продолжаем следить за жеребьевочным, прошу отметить, Блицем. По большому счету, да. Ты знаешь, мне кажется, он имеет самостоятельное значение. Мне тоже, я в том числе его любил, да. Потому что Блиц элитных шахматистов, это всегда, во-первых, очень интересно. Во-вторых, по Блицу считаем рейтинг, по Блицу проводим чемпионат мира, по Блицу есть свои иерархии, свои лидеры. Кстати, в конце концов, есть неизвестные шахматисты, которые входят в мировую десятку, о которых говорит весь мир. И это интересно. И самое главное, да, есть огромное количество любителей, которым интересно это смотреть. Но все-таки, объективно говоря, пересматривать даже партию в рапид, это надо быть, ну, очень большим любителем шахмат, да. Я бы даже сказал фанатом. Фанатом, да. Даже рапид, там, час времени потратить, чтобы пересмотреть, да. А все-таки посмотреть, посмотреть Блицок всегда интересно, если есть 5-10 минут. Да, да, и жена отпустит. Да. Если что, жена отпустит, да. А ты где был, Блиц смотрел? Ты успеешь и помыть посуду, и с ребенком понянчиться, и дров наколоть, и воды принести. А Блиц 10 минут посмотрел, все. Это не футбол двухчасовой. Да. И не семичасовая партия из Нью-Йорка, как 2К, да. 2К, да. Я думаю, что много семей было разбито во время Нью-Йоркского матча, потому что 7 часов. Да, потому что столько болели, да. И причем, заметьте. В ночное время, в самое семейное время. В самое семейное время, да, вот от жены, от детей ушел и смотрит этот матч 2К. Это было крайне вредно для семейной жизни половины планеты. Вот так что боремся за ускорение контроля. Вот так что боремся за ускорение контроля. Вот так что боремся за ускорение контроля.